Бессарабия, с местечка Бричево. Вот в сегодняшней беседе я хочу коснуться только истории сионистского движения, в котором я принял участие всю свою жизнь. Наша семья была сионистская. Брат был руководитель Бетар, он очень любил Джабатинского. И отец был ревизионистом. Я учился в Хедер, а потом учился я в Тарбуд. В Тарбуд учили мне знаменитые преподаватели, сионисты. Например, Куперштейн, который я видел здесь, в Артисрае. В Тарбуд я учился еще у преподавателя Бертини, Галерган, его сын, и мой родственник был, сын, его композитор, знаменитый сейчас здесь. У нас, в наше местечко было сионистское местечко. Все были там, три тысячи жителей были, и большинство-то было сионистов. Мой брат очень дружил с Джабатинским и ездил, где он там побывал, в Черновице, в Адарашков, в Адарашков. В одно время, я, значит, в малых лет еще, я совершил такой поступок. Когда у меня было 14 лет, я ночью выскочил через окно и убежал в Ахшаран, где Халутсин, в Ясах, там собирались сионисты, я работал, знаете, что Халутсин? Да, да, конечно. И я убежал в Ахшаран, и там мне приняли в Ахшаран. Я там работал, работал. Ну, потом время прошло, я говорю коротко, время прошло, и все, пожалуйста. Я прошло. Тогда освободили Бессарабию. Я уехал домой к матери, мать была из города Яс, и поехал в Бритчево. Когда я приехал в Бритчево, после этого, после этого ехал я в город Сороки учиться. Я хотел стать агрономом, для того, чтобы поехать и бороться в Сирай, и там обрабатывать землю. Когда из Сорокова уже, значит, мне захватила там война, ну, историю войны я отдельно расскажу. когда закончилась война, я вернулся в город Новоселец. Вернулся в город Новоселец. Когда вернулся в город Новоселеце, это Черновицкая область, почему я поехал туда. Там мой дядя, Дезицер был руководителем сионистской организации. Это какой год был? Это год, сорок шестой, сорок седьмой год. Я пропускаю много годов, которые еще не были такие. Я приехал туда. Там население в основном было все низко настроено. Я же им рассказывал. Я остановился у этого дезицитера. Но здесь был очень... МГБ стало придираться к тем, которые были сионистами. И вот начальник МГБ, я помню, как сейчас, войск войск его взяли. Евреи? Нет. Начальник МГБ русский вызвали и хотели с меня делать, ну, чтобы я помогал ловить сионистов. И он мне рассказывал подробно, что он запрос сделал. Он знает, что вся семья сионистка. Брат, я забыл сказать, когда брат... что когда немцы забрали еврея из Бриджева, забрали и брата, и одним из первых его убили. Моих очень много убили. Если посчитать, я посчитал родственников, друзья и так далее, 37 человек моих убили. Он стал на меня нажимать это СМГБ, Больский. И потом в один прекрасный день он вызвал меня. Он говорил так, это вся семья ваша сионистская, ты сионист, ты был в Ясах, был Халуц, был уважаемый Жапатинского, и все эту историю знал, кто-то ему рассказывал. Он говорит, если ты перейдешь к нам, поможешь нам, будешь хорошим другом для нашего народа. сохранить жизнь, сохранить жизнь. Я пришел домой, и потом он взял, я говорю, я не буду, я уезжаю, я окончил учительство, института, я уезжаю в силу мамологии и буду читать там лекции. Он говорит, ты подумай, если нет, дай паспорт. Он взял паспорт, да, до того, что он взял паспорт, он мне связал руки, положил меня в карцер, забрал паспорт, там была пограничная зона, забрал паспорт и порвал его на куски. Негодяй. ремень у меня, я помню, как сейчас, он ремень снял меня, потому что, чтобы я не повесился там, он ремень снял. И, а у меня на улице стоял отец мой и жена, которая, здесь она есть в Кармеле, вот жена моя, ну, плакали, и все, и местечко, а один у другого узнал, что пила, я имел авторитет, потому что я писателей из Черновицы вызывал, читали лекции, дружили со всеми. И пришел один город, Глэрич, я говорю, вы знаете, то, что он забрал у вас паспорт и порвал, а здесь пограничная ждите не сегодня, так завтра вас заберет вместе с женой и с ребенком и отправит в Сибирь, потому что по многим городам уже таких бывших сионистов вообще отправили в Сибирь. Что делать? мне помогли наши евреи, помогли, дали нам машину грузовую вместе своей женой, жена, и у меня уже была девочка, дочка, Мила, она тоже здесь в корме, и мы ночью бежали, Камецк-Подольск поехали, из Камецк-Подольск поехали в Проскурове, потому что ее родители жили в Проскурове. Здесь он спас действительно меня, потому что через пару дней собрали большую часть евреев, которые прогрессивны. Ну, я помню, как сейчас этого... Мне было здесь записано, я забыл, любной врач один, который был друг Шалом-Алейхом, так он его забрал, забрал, ну, все, которые более-менее прогрессивные, и половина из них не вернулись. Половина из них не вернулись. так, это войски интересные. Я хотел вам целую историю, как они забрали их, как не вернулись, и вернулись четыре человека из всего их. это. Так, сейчас об этом потом, видите, вот эта статья, когда приехал, теперь немного, вот, статья писала в газете, в этой газете, еврейская газета, как медукаш или ХГБ. Пришли журналисты, когда, потом, и я вспомнил об этой истории, когда меня забрали. Фельдман его зовут. Вот я посмотрел, вот на это. И Фельдман, и Фельдман вместе, забрали вместе с дочерью, но, почему я вспомнил Тельман, потому что он имел автографы от Шоломалехова. Он очень любил Шоломалехов, Шоломалехов, о нем что-то говорили, и его убили. Убили многих, чтобы перечислить, но несколько приехали там набрать. Так, после Проскурова мне помогли, и я поехал, переехал в Тищенев. Приехал в Тищеневе. Чем я занимался там, в Тищеневе? Когда я приехал в Тищеневе, скоро уже там, и в Тищеневе я познакомился с местным сионистом, и не только сионистом, это было период, когда искали погибших. В Тищеневе убили почти полнаселения, три четверти населения во время. И очень многие были уже по лесам, по оврагам. Я создал группу, группу следопытов. Нашей группой следопытов была прославилась. Я был преподавателем Бельского, это Тищеневского педагогического института. И до этого я в Творце пионеров. И чем я занимался? Я собирал ребят, рассказывал всю эту историю, что было. Изучал и с ними вместе ходили. Мы что делали? ходили, искали погибших. Вот здесь статья пишется. После меня, когда я уехал уже, пишет наш голос, эта газета. И редактор этого голоса, Балцан был редактор. Вот что Балцан здесь есть. Это газета Балцан его зовут. И вот писали, когда приходили люди говорить, мы знаем, где-то есть, лежат непохоронены, лежат там, лежат там. А им ответили. Уехал Пилат, и этим больше никто не занимается. Когда, вот газета написана, статья, когда Пилату говорили, что где-то есть, или где-то есть погибшие, или лежат, он каждый вечер группы ребят ходили, копали, выкапывали, положили на их, много их таких. Вот Это надо было крепкие нервы иметь. Очень крепкие. Вот есть у меня очень интересная статья, эта статья получил год тому назад. И с этой статьи писал журналист, вот она есть, эта статья, это надо статьи, это все переписали, пишет, что Пилат надо дать звание цадик, святой, потому что он, сколько он был так, он этим занимался. И я писал там, везде, все газеты писали, все статьи писали, не писали, что я ищу евреев а писали, что я красных следопыт. это я сделал целый, и даже музей сделал красных следопытов. И не только музей, и все приходили красных следопытов и помогли мне искать, мы ходили искать везде, 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 и и мы узнали места, где похоронены. Это первое. Газета писать, я это делал 20, примерно 20 лет. И ходил, я вам показал, как я по горам, как я одет, так вы не видели, вот это мы потом покажу. Еще много и писали, потом газеты, газеты писали, посчитали, и все писали, что я прошел 45 тысяч километров. И везде 40 45 тысяч километров. И здесь описано, где. И в Москве, когда был всесоюзный конкурс следопытов, я получил второе место в Союзе. Вот у меня есть документы. В Советском Союзе я получил второе место. Мне дали документы, изучали все, и я сделал в этом музее пединститут, и в пединститут, и там дом пионеров. Я сделал музей. Я везде все, что делал в музее. Везде собирал материалы. И материалы их очень много. После этого я еще занимался другим делом. Вот уехал, узнал, да. Вот статья, которую писали. Миреум Каутаре или Триеш Пентроме. Что есть? Пилат, да, статью. И пишет, человек, который всю жизнь посвящает поиски погибших во время войны. О поисках я их хоронил ночью. Но мы не говорили, что это только евреи, но я знал. Я потом написал книги, кто еврей, кто не еврей. Но все, которые погибли, все, которые нашли. И газеты писали, вот писали газеты об этом. Об этом писали очень много вот таких писали. Обо мне узнали многие за границей все. И вот когда была конференция запыта, когда памятник сделан в Бухаресте 50-х памятник этим погибшим человеком. Вот я покажу. Вот сделали конференции всемирные всемирные и на всемирной конференции в президиум был Розен, профессор, это был Раф Розен, Раф Розен это был, он был руководителем Раф, Аруф из Румынии. Румыния. Он помог всем румынам выехать. Он был в хорошем отношении с Америкой. Он это все сделал. И он вызвал на этой конференции три человека. Вот он знает. Вызвал он был Мозис Розе его зовут. Вот фотография у нас. Он второе это был Еуда Бауэр руководитель следопытов Ариц Исраэль и я. Вот фотографии. Видите? на этой конференции я был. Там выступ мое выступление. Я собрал все материалы которые нужны были. Причем я не просто так собирал и ходил. Мне помогли и все помогли мне делать раскопки. Вот я делаю раскопки. Раскопки было представители Илья вот здесь есть представители Илья как зовут и я и мы видите раскапывали то что все и фотографии и материалы и все везде где было лагеря так с ним ходили и обо мне есть статьи которые вот это полцаны все люди вообще писали обо мне что я делаю. Да вообще это очень трудно очень трудно очень трудно и вот видите я стою и потом я покажу вам дальше и потом я через я начал я стал руководителем сионистской организации я все что я рассказывал есть документы я без документов не хотел ничего и вот я был тогда вот газеты газеты каждый день я писал наш голос наш голос и вот здесь написал я что председателем был тогда ассоциации ветеранов труда войны и сионистского движения Молдова и общество еврейской общины общество еврейской общины что и вот я писал писем я организовал сионистские организации и вот эти крупные люди которые здесь есть Бродский если вы слышали писатель это они были в моей сионистской организации сионистской организации нет нет сейчас сейчас и сионистской организации надо секунду здесь очень важно ничего ничего вот смотрите вызвали меня тогда стала перестройка и вызвали меня в москву и в москву вот мой мандат и одним из первых я получил мандат мандат участника учредитель на съезда сионистской федерации ссср да это интересно у синийской федерации ссср он являюсь являлся делегатом этого съезда и правом решающего голоса вы понимаете вот удостоверение мне в этом и я приехал туда тишину а в тишинёве я в тишинёве я уже стал организации низкой организации молодежной и правой и левой и все и стал и и стал равной общественной работой сделал выставка в центре города на этой выставке выставка когда еще было русских когда было это было коллекции израиль на твич пилат коллекции марок чтобы знали центре города видите так дальше стал ходить так я написал письмо письмо вот это что вот я написал письмо министры премьер-министр десятки раз вот очень важно и написал что я был по всем кладбища я ходил потому что я хоронил сейчас я покажу как я хороню каждый воскресенье премьер-министру еще румынии румынии и он меня тот же день тот же день номер отдал приказ это ж такое что на просьба на то есть просьба по просьбе пилаты сайт руководитель такого-то пилата приказ по всем сами все памятники и все памятники на кладбище другие еврейские памятники являются памятью культура и следует их охранять восстановить и втрога наказывать если их что-то вот что я сделал вот приказ министра ответ на письмо мало людей это дело я сделал все делал если рассказывать вам что делать так это надо мне год подробно рассказать да у вас очень много мы все документы есть дальше дальше я разъезжал по всем памятникам есть у меня у меня имеется пленка темно как кино как кино примерно там пленка горные я взял и взял еще двух ребят города бельце и проехали а вот не знаю эта пленка там настолько ценный что я даже не знаю вот всех стран взяли и принесли обратно если эта пленка показывает у меня есть она что я буду делать пленка оригинал я сколько денег нет взял ребята репортера и мы из села и в села из города в городе в каждый память в каждый кладбище каждый синагогу каждый тысячи материалов собрать и пленка есть целая у меня я могу вам дать пленка когда скажете и вы ее переснимет на за это пленка можете я не знаю что делать это можно большую ценность я на этой пленка стою рассказываю историю памятника и показываю парень пленка большая 90 метров она то есть такие хорошо мы потом еще да есть много а потом я стал публиковать фамилии имена везде те которые погибшие и кого я нашел из разных городов стали прибывать ко мне письма не только письма а книжечка обо мне вот такие книжки вот книжечки в тисках событий книжечки из днепропетровск из беребиджан книжечки стали не было дня чтобы не было в параде в газеты и англии из франции все рассказывали вот примерно памятник в фалеште видите под это если кладбище к фалеште и вот из 800 памятников остались только 3 я взял свидетелей остались только 3 никто осталось это местечко фалеште и в атаке я стал публиковать по всем по всем газетам вот я прикажу покажу вам все если мне все у меня фотографии дома наверно 20 тысяч хорошо понемножечку дальше а потом стали приходить камня экскурсии крупнейших людей и я пошел с ним город дубасара сейчас показал и показал здесь где лежат 80 человек сейчас поставлю об этом шумел весь мир а я группу взял и по повел туда их и помогал и здесь может розы покажите пожалуйста крупные люди есть очень много а нет не найдете я не найдете и потом мне когда я вижу что у меня столько материалов есть только материалов я стал делать музей 1 еврейский музей вот он 1 еврейский музей я всего сделал 12 музей вертис район я делал в иерушалим я сделал в тель-авив я сделал я вам расскажу что здесь здесь я сделал больше чем вот видите вижу вижу да вот так вот вторая часть библиотеки езды еврейская собрал все книги обогатили стал читать лекции и учебные сделала учебный центр и читать по иврит и на каждой лекции приходили по 300 400 человек это сделала в клубе в клубе где сделала одежда которые как называется в клубе но рабочем клубе не дали рабочий клуб и зал был огромный я стал я каждый суббота и каждый день вот вторая вторая часть музея этого музея вот эта часть музея я несколько имею в этой часть музея скульптуры я собрал искусство чтобы не потерялся и этот музей сейчас находится там все музей 12 я вам покажу я не стоят они действующие все действующие очень хорошо и приезжают туда за америка срезок стран вот и а я делаю разделы потом я сделал часть взял из всего города и собрал быт евреев и пришли ко мне вот как это называется который передает по радио по радио здесь и по телевидению в иерусалим как его знаменитый вы не знаете фамилия я забыл я его знал на месте нет к сожалению я не знаю он он крупнейший здесь он приходил ко мне приходили все у меня имеется 8 пленок и потом эти пленки сделали кассеты и продавали по всему миру америка тогда я могу показать они лежат я рассказываю и когда а потом я стал собирать материалы герои вот много я же это первый первый музей который там сделал и что я счет сделал я стал вот сейчас будет крупный сейчас еврейский погром знаете 1903 году был в кишине и в кишине и вот еврейский погром я собирал людей который помню что-то или им рассказывал и видите сделал специальный кабинет и записывал их все записи и есть у меня сейчас сейчас будет сейчас я наверное подарю другой потому что наш музей не может не может столько-то маленький вот 10 комнат вот видите вот я оделся и вот он и фамилия и на каждый кто писал есть и его фамилия и процесс как я с ним разговариваю что мне рассказать это их и по и весь город был заинтересован рассказывать и здесь вот каждый раздел что остался но что что я хочу сказать так а потом собрал ребят комсомольцы и создал сионистской организации из комсомольцев из комсомольцев комсомольцев члены партии ребята вот они сейчас но все в израиль но это вообще интересно я их я возил с собой в израиль из комсомольцев сделать сионистов и все они здесь скончали университет да очень интересно и я имею все эти фотографии этих людей и что они сделали они со мной не просто ходили на кладбище видите кладбище разрушена ему а устанавливая у нас был план работы и фамилии есть и людей и кроме того они продолжали поисковая работа вот она видите как вы в горах как мы устанавливаем памятник как мы видите да сейчас я вам покажу второй там то есть и и и и над этим музеем написано это еврейский музей экспозиции все 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 это по ивритно писали я знал игры это все написано по иврит я посвящаю сионистом и моему брату руководитель сионистской организации которые убили то ли пали жертвы и всем сионистом вот я это я писал после это так да материала сколько много но вы ориентируйтесь я прожил это все так потом потом я стал я же имел огромное количество материалов со всех стран кто приехали я давал материал все вот этот вот здесь который крупные люди знают и все что я сделал знал шамир президент премьер-министр израиль вы лично знакомы с ним я когда приехал то я приехал к нему домой даже домой и он меня значит так и рассказывает так когда я приехал он не он даже так у меня и эта история очень интересно у меня собралась тысячи тысячи материалов что мне делать с ним меня ко мне приезжали каждый раз с америки с америки сионистов приехали из англии с франции со всех стран ну и потом меня посоветовали мы вам поможем я показал и вот это все материалы которые 12 я должен их собрать я должен их собрать как их собрать как их перевести и мне дали адрес наверно 40 30-40 человек или или больше у меня адреса есть и людей всех я знаю и я каждому отправлял посылки отправлял посылки и у каждого собрал посылки Миша Миша на одну минуточку я вас прошу одну секунду и эти посылки здесь наш Моссад знал об этом все знали и эти посылки шли прямо куда-то людей которые не знал в каком году мы последние посылки забрали с вами это моя правая рука или я его правая сейчас расскажите в каком году сейчас скажу в 98 году нам позвонили что 65 посылок которые отправил пилат из Кишинева находятся на верхнем этаже на балконе в квартире одного израильтянина мы поехали машину нам дала Илья и мы поехали и забрали 65 посылок что меня удивило на посылках не было ни адреса ни отправителя почему потому что запрещено было вывозить материалы пилату и Шамир премьер-министр Израиля через своего представителя Декеля дал команду переслать посылки по истории вот здорово и это посылки были всего они легли 90 тысяч всего деньги я сам сложил их и они с ними уже и вот за это мы уже с ними ездили двоём и привезли 60 у одного человека у всех людей разные фамилии они и когда я приехал сюда так этот человек я забыл он умер он Декин о! видите твое голову этот Декин этот Декин умер сын его большой журналист я не могу ехать уже сейчас чтобы я поехал к нему он хотел чтобы я и Декин взял меня за руки и поехал и зашел ко мне к Шамиру а когда зашел к Шамиру меня не спрашивают ни фамилия ни имя никто я такой я хожу и я даже думаю я я в кабинете сегодня его больше не надо да 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 я я пришел туда вы понимаете я пришел туда мне вот этот герой сионист все эти сторожа все в сторону и меня прямо туда к Шамиру Шамир ушел познакомиться все ушел принимайте меня вводят в какой-то зал там очень красивые девушки секретарши и мне дали что кушать что пить все что хотите и и потом я выхожу я говорю где я буду работать а он говорит работа для вас приготовленная работа у вас подготовленная где сейчас сейчас я скажу в Ядвашен ну это большой мысль в Ядвашен и мне дали показали пришел Котовский Котовский так работал председатель и говорит вот Котовский это председатель чего был он был заместитель председатель музея он в Ядвашен а в Ядвашен и мне дали стипендии Шапирова правда небольшую потому что я им полторы тысячи документов подарил погибших шоа я всего 90 тысяч подарил я сюда 90 тысяч подарил все мои так мне дали 90 900 месяцев что деньги мне дали мне назвали руководитель отдела мне дали отдел отдел погибших отдел погибших в Приднестровье вот мы об этом нет материала садитесь телефон все что хотите работать год я работал год вы понимаете да да в это время в это время год ну здесь я должен работать в это время шаранский это как как называется это сейчас я на столько я после перестройки после войны вот так но он еще тогда партию свою свою не создавал нет я год он просто диссидент без денег ночью целую ночь ночью приходил к нему без денег он сидел в этой комнате я сидел в той комнате знали пилата все что я делал алия сионистский форум без денег я был такой я не знаю столько работ столько вы везде вы же понимаете днем я целый день был в музей в этот музей а ночью я был там спал я на скамейке на полу мне дали какую-то комнату и я ходил там там была грязь там лежала во всех углах и ключи у меня были и я искал документы я искал я нашел тысячи ценнейших документов я сейчас имею огромный дом и эти все все эти документы я деньги не получил проезд мне дали проезд я я потому что в семьях жил в и я должен был ехать так один день здесь один день ночью я здесь работал и мне дали ну я получил степени теперь еще первый небольшой я ночью я сделал музей алья алья я этот музей надумал как я написал статью я сейчас я расскажу потом я потом в Тель-Авиве я работал третий день каждый день и я написал фонд памяти смотрите вот статья и в этой статье написано что пилат итог итог и шарант пилат вот считать этой статье значит делает этот пилат делает собирает всех тех которые сионистов в этот значит в фонд и делает фонд памяти вот написано фонд памяти собирает все материалы об этом которые сидели в тюрьме собирает делать музей делать все и все что хотите помогите это много читать вот эта статья появилась заодно интересное дело сейчас сейчас заодно собрались все бывшие сионисты из там из союза в Бессарабии в Тель-Авив куда собирали все и решили чтобы создать сионистские организации бывшие бывшие которые приехали и решили вот фамилии я не вижу Виктор 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 Бассейн его председатель а почетный председатель этой организации всех сионистов которые приехали в Пилат Израиль и меня сделал почетный председатель до до Шаранского почетный председатель но да закончил я с этим с этим материалом Шаранского да 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 я некоторое время я сделал там сделал 30 стендов алья так называется ну ну конечно и 30 стендов и на все съезды которые были я выставлял выставку сколько раз мне Шарански целовали все целовали все потому что это было впервые и это сейчас я услышал потом я уехал оттуда я уехал сюда сначала Тель-Авив потом сюда когда уехал мне рассказывали что меня не не рассказывала мне звонила заместитель мэра города мэра города Юршалай есть женщина которая знаменитая и поет Барт что? Барт и позвонила что они получили помещение сделать помещение для евреев общины евреев там и там выставили эти три стендов вы понимаете? сделал музей музей алия ну а потом приехала сюда роза еще один второй и сказали вы вы продолжаете работать но я отсюда ехать сюда каждый день работать я уже не мог и сил не было и денег добрый день и силы не было и денег уже не было так они значит обещали приехала ну эти трое приехали бывшие ну все начальники сказали заканчивайте мы этот музей делаем крупный он сейчас 30 стендов есть и сейчас музей есть будет у нас здание моего дальше и я у меня дома лежат остатки но лежат такие инструменты я должен им дать чтобы они закончили музейство но они не приезжают я ехать не буду все не знаю конечно пожилой человек тяжело я устал и я не знаю что делать лежат у меня здесь не смог найти я половину музея у меня там архивы и они лежат но лежат на такие я вам покажу еще это это покажу и я рассказываю и вам пять процентов с того что а все лежит я ничего не любил рассказывать кто у меня все документы вещи факты все 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 и значит это был второй музей первый я сделал там а второй музей вот я уже сделал вот здесь в корме не в корме не в корме второй музей я сделал вот в ваш келунь нет форум а вы все форум но он не закончил там но они показывают я все время 30 стендов вот 30 центов еще есть у меня я не знаю хочу хочу я думаю как она была несколько раз сейчас не шаранский уже другой третий и забрать и делать нет у меня ни денег не послать ни силы ничего семья жила у меня как это называется реховод реховод от реховода я сделал себе в реховод я сделал себе выставку дома у меня столько было этих экспонат что дома сделал вот они лежат ну примерно можете делать пять музеев чтобы показать они не висят они лежат и я пользуюсь большим авторитетом у Равина у всех услышали меня и я сделал вы я разъезжал по Израил сделал выставку выставка что а выставка чинизм я был здесь в Кати чтобы я я был так а э разъезжал я с Бершева четыре дня был мэр города выступал а потом Хадера восемьсот человек были на моей выставке у меня имеется двенадцать статей по всем местам где я разъезжал с выставкой разъезжал 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 здесь имеется все выставки и писали все газеты писали и то что после этого когда это сделали выставки услышал и Бейт Бессараби Корн был там руководителем что есть один из Бессараби имеет такое богатство и так далее и я пригласили я приехал и это сионистский форум приехал я сионистский форум а он говорит у нас было много документов но все это разбросано все это в грязи все это на улице все это везде там меня не платили я жил плохо приходил один раз два раза в неделю и все собирал где только можно этих материалов грязь жас материалы очень ценно ее писали сразу приехали и написали вот вся страница мне показывает как я собираю и как приехал и делал музей огромный пять раз больше человек со мной вели себе не хорошо я не не спать там на полу но у меня очень хотелось без сейчас еще есть и сейчас и у меня дома здесь про этого сионистский форум про этого что есть там около двух тысяч материалов ценищ я это я это значит так потом здесь интересное дело что когда я был это когда я когда у шаранского тогда они меня страховали везде следили видите мне дали страховой поезд бесплатно не дай бог если я упаду или что-то со мной случилось везде сейчас говорили о человеке легенда поверните немножко наоборот да видите да дальше а это надо читать а это газета еврейский музей который был в в Кишиневе и там и там эта организация стала сильной сионистской после меня и обо мне написали исторический человек это написал этот человек болтсан который сейчас редактор газеты как называется газета вместо него был тот который согнал самолет а газета вести вот я вам покажу есть его все он написал но такое написал что про человека не пишет все что я вам рассказывал написать потому что он вдохновил меня он не знаю я должен я не меня я хочу если ему написать он это он написал столько и грамот и дальше дальше дэй 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 покажу дэй 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 экскурсии чц dul дэй дэй Экскурсии приходили, десятки экскурсий, ребята с Ешивы. Написали обо мне, написали обо мне в Бессарабе, Решимоте, написали обо мне, что я, здесь такие отзывы, здесь я имею сотни отзывов, может вам покажут обо мне, какие министры, Шаранский, не только Шаранский, все писали отзывы, а здесь тоже писали тысячу. И я взял некоторые материалы, здесь, вот здесь что такое? Провод, это значит погромы, погромы, какие только хотите, дальше. А здесь триста тысяч человек, которые убили Приднестрово. Ценейший материал и все фотографии, и все материалы. А вот здесь, вот здесь, а здесь борьба, герои, герои Приднестрово. Ну, если писать их, вот такие есть, у меня еще, а здесь герои сионизма, которые были все. А здесь Ашуа показывал газеты, которые я, вот видите, это впервые я ходил в музей и показал, смотри, Эта газета, Даша, эта газета и эти материалы, я фактически дал этому музею в Румынии. Там есть, вот, где убили, что убили, что убили, правда, огромные, и из моей газеты художник сделал на целой странице, и написано, от историка, доктор Историон, Пилат, Израиль и все, и все, и сейчас. Сейчас в Румынии, это центральный, а что я делал этот музей, ни копейки не взял, ничего не требовало. Все это сделал, а потом в газетах, я там все газеты, взяли у меня материал. А здесь мне приглашали в Румынии, мне сколько раз пригласить его в Румынии, но мне ни денег, ни силы, я не могу. Но это официальное приглашение было, много раз. Много раз приглашение. Так, а сейчас самое главное, которое... Если вы на сегодня устали, то не можем... Не устали, я могу... Знаете, жена больная, я больная, я в Богу всегда могу. Я понимаю. И я... Я же на левые глаза не вижу. Берщена... Корме. Вот расскажу про корме. Давайте. Приехал я, значит, взять мой лауреат государственной премии. Он в Академии наук. И он по электронике. И он сначала здесь работал, научная работа. И переехал сюда, жена и... То есть дочка. Семья. Что я буду делать? Я тоже... Я переехал туда. Я приехал. Первое. Что я сделал? Первое. Меня нанимали большое здание. 6 комнат. И я... Все, что у меня было там есть, я это выставил. И сотни людей приходили. Со всех сторон. Потом... А принес сюда 90 тысяч материалов. 90 тысяч. Колоссаль. Мэр города пришел. Все пришли, посмотрели по всему экскурсию, экскурсию. Потом... В центре города, знаете, здесь забор здесь, который был... Каньон. Ну, забор здесь, который закрылся сейчас это. И я делал выставки. И выставки, и на этой выставке приходили все. Вот здесь... И... А вот то, что я вам сказал. Помните, что я вам сказал? О Ламедвуднике. О... Этот, что я... Что я Ламедвуд... Ламедвуднике, это святой человек. Это написали мне румыне. Я подумал, что сотни румын хоронил. И вот эта газета на румынском месте. Потом сделала... Вот видите... Описывает... Описывает журналист один. Это в прошлом году. Что мне... Ну, меня хотели забрать здесь, чтобы я там... Благословил, как я... Извали синагогы там. Дали мне самое лучшее место. И Раф пришел и рассказывал. Но здесь я этого не хотел. Здесь... Нет. Здесь мы... Вот разные... Нет, я покажу... Фотографии, которые я потом начал делать в подвале. Я имею все, сейчас все покажу. Газеты писали, вот одна газета. Музею нашла про Тичель Исраэль Пилат. Персональный музей Исраэль Пилат показывает. Еще не был, только начал я делать. Это в каком году было? А это 6 лет было. И потом написали газеты, по телевидению показывали мне. Музею одного человека. Показывали. Удивились как, 90 тысяч материалов. Без копейки. Сам делает дневную ночь и организовывает этот музей. Потом приходили люди уже. Видите, вот газета. Тех времен, все эти газеты. А потом ветераны войны собрались и написали. Назначили директором этого музея Пилата Исидора Исраэля Исраэля Исраэля. Дело в том, что я стал здесь учить солдат. Историю еврейского народа. Потом девушки, солдатки. Все имеется у меня. Посмотрите. Вот здесь, здесь. Сейчас я должен. Вот солдатки здесь. Семинары я делал целый год. Я читал по иврит. Я читал по ивритам. И потом, вот смотрите. А это занятие я в Телавире делал курсы. Там. Ну, здесь, здесь, вот здесь. А это занятие я в Телавире делал курсы. А здесь я сделал в подвале. А отзывы об этом делают. Есть такая книга. Вот у нее. Возьмете. На русском языке. И там вы увидите, как приняли это все. Вот смотрите. Плакаты были. И вот плакаты мэр города. И я. Везде плакаты мы послали по всему миру. В Америке писали о нас. Америке много писали. Несколько лет подарят. А потом наши фотографии. Смотрите. Вот здесь можно всех. Это они не висят здесь. А они лежат. Лежат там в угол. Город, юдей, а ревусси. Героизм. Это в войне против арабов. Евреи в борьбе, в войнах Польши. Частично. Сейчас я написал здесь книги. Пять брошюр. Вот они лежат. Как я могу? Пускай лежат. Можно проходить? Ну вот такие вот. Значит, там, значит, всего сделал я один в Чеченеве. Ну, пединститут медиа, это мелочи. Еврейский музей, музей, в Чеченеве. Еврей, выставки, в Рейховод, в Крупме. Еврей большой, музей большой в Тель-Авив. Музей большой, который надо закончить, есть еще у меня в Иерусалим. Музей. Музей. Кармиель. Да, забыл. Музей. 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 Я должен посмотреть, я должен искать, что они очень красиво каждый год пишут и приглашают. У нас музей есть большой, прямо на горе, и музей Пилата Исраэль, мое имя. Музей. Это в школе Горовиц? Да. Там они сделали музей большой, но мне сделали героизм. Школа, как называется, Мегадим. А, Мегадим. Можете зайти посмотреть там. В общем, я почти там 12 музеев я сделал. Весь день с большим трудом. Так у меня так и заболело. На одном энтузиазме. Я говорю, один энтузиазм. Что? Я говорю, один энтузиазм. Ну, они помогли потом. Ну, а это, это уже, мне это вы дадите, это мне не получше. Они взяли с газет, перекопировали и поставили. А мне? Документы. Я документы ценнейшие, оригиналы. Да, да. И на всю жизнь они могут быть. Сейчас я делается музей большой в Иерусалиме, знаете, в Атруне. И я делаю кому-то там. Ну, единственное же, мое имя, сколько я могу жить, но мое имя, чтобы осталось такое. Я могу еще там, но все нет. Так, а это я не знаю. Вот вы будете, там где увидите, что в Польше воевали, там где воевали царская Россия, там где реализм, там документы, а здесь просто журнал. Или человек дал фотографию. Я не люблю, когда берут журнал или газету, копируйте. А вот здесь все. А здесь с этой стороны. Вы отдохните, я покажу, потом я выйду. А здесь я хочу вам показать. Хорошо. Я тогда сейчас отключу. Да. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...